Участие в отборочных соревнованиях приняли юные техники из Сочи, Краснодара и Белореченска. На этот раз ребята состязались в направлениях и кар, инженерные кадры России, и биатлон. Здесь робот движется по трассе, определяет цвета, собирает банки нужного диаметра и транспортирует их в определенную зону. Команда «Циклон» третьего лицея путевку на Всероссийский фестиваль уже получила. Здесь ребята делятся опытом, разрешают подсматривать за сборкой. Роботов участники собирают именно в день соревнования и без использования инструкции. Побеждает самый быстрый и точный робот. Успех, отмечают сами робототехники, зависит от правильно написанной программы. Там программный блок NFT, на нем пишутся программы, чтобы по этим программам его запускать. То есть тут не на управлении, не на пульту управления, на кнопочку нажал, он тебе поехал по трассе нужной. Чтобы создать робота, ребятам необходимо разбираться в информатике, математике и физике. Большую роль отмечают судьи и имеют и накочивость игроков. Многим удается находить лазейки в правилах и побеждать даже с не очень скоростным механизмом. Соревнования по образовательной робототехнике не случайно проходят в игровой форме. Ведь эти юные ученые в первую очередь дети. От игры ребенок идет к учебе, к мотивации к учебе. Ему это интересно. Самое главное – проявить интерес. А самое главное – мы отодрали их от телевизоров, убрали от этих планшетов. А если они используются, то в нужном направлении. Отметили на отборочных соревнованиях и самых юных участников. Сочинские дошколята отличились в номинациях «Забавные животные», «Работенок» и «Городское строительство». В Москве же на всероссийском роботофесте через две недели Сочи представят три команды. Там ребята попытаются выйти на международный уровень.